Роман Алдушин Как попали? Чем занимаемся здесь? И вообще говоря, почему именно в Черногории? Почему попал? Попал, честно развился и уехал путешествовать Проехал много-много стран Проехал Украину, Словению, Венгрию, Румынию, Болгарию Доехал до Черногории, остановился здесь Неописуемо красиво, природа Даже вот сейчас февраль, поют птицы Море вот такое классное, поэтому здесь я остановился, собственно Образование какое меня? У меня военная академия, педагогический университет Несколько законченных специализированных курсов МГТУ имени Бауна по интернет-маркетингу Ну и закончил еще международную школу бизнеса Что дает мне некую фору в рекламе и в продвижении своих услуг Это занято по каналу, ссылочку я дам вам в описании к этому ролику Так, следующий вопрос Немножко сбил Чем здесь занимаемся, потому что, ну, как время проходит в Черногории То есть, чем зарабатываем на хлеб насущный, в конце концов Ну и вообще говоря, то есть, как вообще строится день, неделя, месяц примерно Вот, попробую ответить по порядку Но у меня с этим сложности, сразу говорю Итак, чем занимаюсь? То есть, летнее время от мая месяца, примерно так от мая Бывает и в апреле месяце Пешие походы И авторские незабываемые туры На автомобиле по Черногории По нетуристическим местам В зимнее время больше работаю в интернете Продвижение сайтов и создаю сайты Собственно, вот этим занимаюсь Как мои будни проходят в зимнее время Сижу дома, смотрю видео, как делают Обучаюсь, изучаю, изучаю, учусь, сам монтирую Когда дождик, когда нет дождя, иду в горы, изучаю новые маршруты Еду в горы, прохожу, изучаю постоянно Постоянно изучаю что-то новое Учусь, 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 очень много учусь Как завещал великий Ленин Учиться, учиться, еще раз учиться Ну, например, последние три дня Все три дня сегодня на съемке А до этого два дня у меня были походы по горам Ну, то есть, получается, погода, если смотреть Очень неравномерное перераспределение времени Соответственно, наполняешь его либо тем, либо другим, либо третьим Да, в зимнее время, да А вот походы, я так понимаю, в основном с детьми Потому что и моя дочь как-то путешествовала с вами То есть, скорее направление, то есть, интересно именно детям прививать в природе Себя в природе На самом деле, с детьми просто проще Со взрослым намного сложнее Мне, опять же говорю, военная академия Педагогический университет за плечами И гораздо проще детям объяснить Идем вот так и точка Взрослому очень тяжело объяснить, что вот так А он все равно хочет влево, либо вправо сходить, либо еще что-то Ну, здесь достаточное количество змей Ну, слава Богу, за 4 года моих походов с детьми и со взрослыми Меньше со взрослыми Ни одного случая не было Из-за жесткой дисциплины Да, жесткой дисциплины в горах Потому что ходим мы не туристическими, еще раз говорю Маршрутами, змеи видим много И поэтому жесткая дисциплина Никогда никого, никто не укусит Ничего не происходит вообще, ни ушибов, ничего вообще Ну, видим, как раз поэтому и интересно, что маршрута нету Туристические, не избитые, не, значит, уже истоптанные всеми А что-то новое, дикое, можно сказать, нетронутое Да, еще в этом заключается большой авантюризм В том, что ты не знаешь, когда ты дойдешь, куда ты дойдешь И дойдешь вообще Да, дойдешь вообще, дойдешь ты по-любому Со мной все знают, кто здесь живет Отлично, вот это главное Прошу обратить внимание, что с Романом обязательно дойдем Почему обретил внимание на именно детскую составляющую По опыту очень много звонят, спрашивают об организации разного рода летних лагерей То есть о приезде сюда именно детских групп Соответственно, вы можете обращаться к Роману Это его стихия Он как минимум поможет, подскажет, как это лучше сделать Как максимум просто-напросто подключиться к вашей программе И совместно вы проведете незабываемое время в Черногории Немножко, если еще можно, о зимней части вашей как бы жизнедеятельности Об интернетной части, об сайтовой части То есть, получается, здесь, будучи в Черногории Интернет это позволяет Связь с миром практически всеобъемличая Соответственно, можно жить там, где тебе нравится И заниматься тем, что тебе не только нравится, но и приносит какой-то доход Хочу отойти, честно, от этого Хочу больше путешествовать, но пока не удается мне в зимнее время здесь зарабатывать А так, ну, сайты делаю Не очень понял вопроса Ну, сегодня это у вас требовано, да, конечно Сайты делаю, продвижение сайтов, Инстаграма, соцсети Провожу семинары иногда по тому, как продвигать своими силами Потому что, ну, не все могут платить там по 100-200 евро в месяц За оптимизацию и продвижение своих, там, не знаю, фейсбука, страницы, Инстаграма, контакта, страниц и так дальше То есть, правильно там, ну, объясняю, как что-то это делать Ну, такие вот, провожу семинары, тоже понемногу платят Ну, зимой, конечно, так Ясно Больше походов Я понял, я понял, я понял То есть, интерес все равно, как бы, в эту сторону Ну, и немного вообще о Черногории То есть, чем привлекательна именно вам, чем она интересна, чем зацепила И, как думаете, насколько крепко зацепила То есть, нет еще, как бы, желания куда-то еще переехать, что-то еще и сходить маршрутами Сразу начну с конца Так Желания отсюда уезжать вообще нету Абсолютно недавно поменял свои русские права на черногорские Супер Да, уже вот второй год у меня оборвал, хотя я живу тут 4 года Что касательно... чем цепляет? Вы вот видите, да? Вот там прям вот... да, и так нормально видно Сзади море, тут же горы, луштица Вот такие горы красивые Перед нами тоже горы Что еще надо? Солнце, небо, море, воздух горный Люди добрые, открытые И чем дальше в горы, тем больше они открытые Всегда рады тебя встретить прям вот с хлебом Как в старые добрые русские времена Когда тебя встречали с хлебом и солью Всегда идешь в походе, там, не знаю, поездка Всегда тебе дадут прям вот домашний хлеб прям дают Воды тебе дают, там еще и некоторые раки Но я не пью в походах Иногда можно, в походе нельзя То есть очень-очень-очень прям приятно и очень греет душу А что для счастья нашего нужно? Чтобы душа грела что-то Ну, меня греет это Отлично, отлично Еще что-то добавить? Присеняйтесь к походам Отлично Вот таким классным Ну что, спасибо большое за интервью Спасибо Я так думаю, у нас будет еще несколько совместных проектов с Романом Поэтому следите за каналом Ссылку на его канал в YouTube обязательно будет в описании к этому ролику Всем спасибо, до свидания, приезжайте в Черногорию Счастливо Ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok